Противодействие коррупции в сфере жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и образования обсудили в Доме правительства на заседании Координационного совета. Традиционно наибольшие объемы бюджетного финансирования направляются на поддержку жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и образования. В ЖКХ в период с 2008 по 2015 год вложено более 3 миллиардов рублей. Работа Министерства надредел, в частности в сфере ЖКХ, организована в последующем направлении. Это факт выявления нецелевого расхода и защищения бюджетных средств по программе переселения граждан Российской Федерации, пресечения преступлений, совершенных работниками, управляющими компанией и товарами собственного жилья, в том числе путем вывода активов подконтрольной структуры, которые могут привести их к намеренному банкротству. Выявление преступлений, совершенных работниками ресурсообразующих организаций, а также преступлений, связанных с неплатежными ресурсообразующими организациями. В сфере здравоохранения пошли по другому пути. Здесь регулярно проводят анкетирование пациентов. Так медики хотят понять, устраивает ли людей качество оказания медицинских услуг, а также выявить факты проявления коррупции, сообщил министр здравоохранения Чуваше Алла Самойлова. Мониторятся и коррупционные риски при размещении государственных заказов. С сотрудниками организации здравоохранения проводятся семинары и разъяснительная работа о необходимости соблюдать законодательство. Минобразование Чувашии привело социологический опрос, который выявил отношение студенческой молодежи Чувашии к проявлениям коррупции. В соответствии с ним готовых сообщать о правонарушениях увеличилось. Таким образом мы получили сигнал, что наша жесткая позиция приветствуется основной частью молодежи. И все-таки сама молодежь, скажем, большая часть имеет правовое сознание и согласность с нашей политикой. Общественное мнение, если взять по разным опросам, оно формируется позитивное. Это как раз эффективная работа нашей совместной деятельности, органов государственной власти, с прокуратурой, с другими правоохранительными органами. Но самоуспокаиваться у нас поводов нет. Михаил Игнатьев призвал повышать юридическую грамотность и формировать в сознании людей неприятие любых коррупционных проявлений. Родион Архипов, Игорь Ульянов, Республика.